Начало 17 века. После смерти последних Рюриковичей, царевича Дмитрия и Ивана Грозного, в России началось смутное время. Поляки вторглись в Россию под предлогом оказания помощи Лжедмитрию I. Он вошел в Москву 20 июня 1605 года. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за погибшего в 8-летнем возрасте сына Ивана Грозного. Правительство Годунова официально заявляло, что под этим именем скрывается беглый монах Григорий Отрепьев. В 1610 году польско-литовское войско при поддержке бояр-изменников захватило Кремль. К власти пришел совет из семи бояр. Семи боярщина, которые объявили русским царем польского королевича Владислава. Однако население многих городов и сел не признали царем католического королевича и присягнули Лжедмитрию II. Самозванцу, выдававшего себя за якобы чудом спасшегося Лжедмитрия I. Он же Тушинский вор Калужский царек. Первое народное ополчение не смогло прогнать интервентов. Поляки воспользовались соперничеством и противоречиями в русском войске. К распаду первого ополчения привела гибель воеводы Прокопия Липунова. Поверив в подложной польской грамоте, казаки обвинили его в измене и убили. В сентябре 1611 года начало формироваться второе народное ополчение. Кузьма Минин, нижегородский земской староста, организовал ополчение. Дмитрий Пожарский, князь и воевода, возглавил второе ополчение по решению схода нижегородцев. Минин и Пожарский объединили нижегородцев, смолян, вязьмичей, дорогобужцев, коломенцев, рязанцев, казаков и жителей других русских земель. Несмотря на междоусобицы, они все присоединились ко второму народному ополчению. 3 сентября на подступах к Москве ополченцы разбили литовское войско Гетмана Хаткевича. Польскому гарнизону Пожарский предлагал сдаться, но получил высокомерный отказ. Китай-город был взят штурмом 4 ноября. Под звон колоколов победители вступили в Кремль со знаменами и хоругвями. Сейчас 4 ноября государственный праздник. День народного единства. Субтитры создавал DimaTorzok